Все уже знают, что я люблю ролевые игры, да, я предложила вам схемку, как бы она здесь сейчас выглядит как пять вопросов, но в электронном виде у вас она будет видеть таблички. Пять этапов, по которым вы можете давать фидбэк. Это маленькая подсказка, которой я пользуюсь до сегодняшнего дня, да, то есть первое, когда я иду общаться с человеком, я для себя кратко на бумажке даже прописываю ситуацию, которая вызвала необходимость предоставления обратной связи, да, конкретно заваленная задача, либо конкретно там недостигнутые метрики и так далее и тому подобное. Это все безумно должно быть четко сформулировано. Второе, это я для себя, грубо говоря, ставлю вопрос, это я прошу специалиста прокомментировать данную ситуацию, то есть перед тем, как я уже даю свое видение, как ситуация могла быть исправлена, я просто прошу прокомментирую, пожалуйста, что произошло. Я слышу его мнение, его фидбэк. Возможно, это уже совпадает с тем, что у меня в голове, а возможно, это совершенно в другой лес и мне надо сейчас перестроиться, да, и попытаться как-то более лояльно, либо наоборот, донести сотруднику, в чем он не прав. Третий поинт, это уже как раз изложите свою собственную версию, да, мнение на то, что произошло. Четвертое, это обсудите необходимые изменения, только опять-таки, после того, как вы изложили свою версию, задайте вопрос, что мы будем делать дальше, как бы ты услышал мое мнение, я услышал твое мнение, давай придем к какому-то единому мнению, как же мы двигаемся дальше. И ждите, пока сотрудник ответит. Очень тяжело выдержать эту паузу, мы начинаем сразу наваливать свое мнение, да, грубо говоря, вот если бы ты сделал то-то и это, или если ты сделаешь вот это и это, будет намного лучше. И сотруднику все, что, грубо говоря, остается чаще всего, это просто кивнуть, согласиться, но тогда это не его решение, это ваше решение, опять-таки, ответственность, обязанность тогда вся на вас лежит. Попытайтесь выдержать эту паузу и дождаться, что он скажет. Это дискомфорт, я знаю, поверьте мне, я знаю, когда вы будете это делать, у вас будет просто язык чесаться, вы же будете просто напирать на стол, чтобы он что-то сказал. Сколько бы паузы не длилось, дайте человеку, которому вы давали обратную связь, сказать что-то первому. Есть те, которые будут перебивать, выкрикивать, мы о них не будем говорить, но есть те, кому дискомфортно, которые подавлены, они, в принципе, с вами согласны, дождитесь их реакции, дождитесь их мыслей. И на десерт это попросите специалиста резюмировать. Огромная ошибка любого менеджера, в принципе, это то, что он пытается сам подвести итог, да, сказать, грубо говоря, что же мы договорились. Но помните всегда, что мы все понимаем все по-разному, да, то есть синяя машина, синяя красивая машина, там для меня, грубо говоря, это будет, я не знаю, Audi A8 ярко-синего цвета. Синяя красивая машина для другого человека будет совершенно другая марка, совершенно другой оттенок, производитель и тому подобное. да, мы все понимаем все по-разному. Поэтому, когда вы резюмируете, вы резюмируете абсолютно то, что вы хотели, грубо говоря, а не то, что сотрудник понял. Поэтому после того, как он предложил какие-то, да, следующие шаги, вы с ними согласились или нет, но вы пришли в итоге к какому-то целостному, попросите так, ну супер, прошла беседа, пожалуйста, подрезюмирую, что мы, грубо говоря, делаем, чтобы я ничего не напутал дальше или там, чтобы я понимал дальше, что нам ожидать. Попросите человека самого это сделать. Очень часто вы удивитесь, вроде бы вы все проговорили и так далее, и тут подрезюмировать он не может. Первая реакция, ну ты чё, как бы мы с тобой уже обсудили, уже все десять раз проговорили и так далее, ты не можешь, грубо говоря, подрезюмировать. Помните о том, что для человека это стресс в любом случае. Помните о том, что какие-то вещи он выдает из себя, да, абсолютно не обдумав, то есть эмоционально, да, давай сделаем вот так и вот так, но он это еще не придумал в голове, он просто это выкинул, грубо говоря, наружу. И ему тяжело сейчас это все сложить кучу, помогите ему. Так, подожди, мы вроде бы условились, что делаем вот так, да, или вот так, и чтобы он, да не, мы договорились вот так. Опять проговорите, лучше потратьте на это время, но если вы разжуете этот вопрос, я в буквальном смысле говорю, разжуете, тогда очень высокая вероятность, что в итоге человек сделает то, о чем вы условились. Если же он повторил невнятно, вы его обозвали болваном, да, шарик ты балбес, как бы мы договорились, ты-дын, 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 понял? Он понял, потому что болваном и шариком балбесом, как бы он не хочет быть второй раз. Одного уже и так, в принципе, хватило с менеджером. Как бы вы разошлись по разным сторонам, вы подумали, что вы крутой босс, как бы разрешили все проблемы, он вышел по ту, полу еще что-то, я не успел записать, не успел сделать, как бы не успел запомнить. Ну и в итоге, естественно, результат будет непонятный. Как бы старайтесь не допускать этого. Еще одна огромная ошибка, это когда вы приходите подготовлены, даже вот заполнили, дайте для себя 5 пунктов, с листочком, с ручечкой, вы вызвали чек, он пришел без ничего. А вам надо реально спланировать там план действий на ближайший месяц. Вот уже скажите там, чувак, на тебе еще бумажку и ручку, в следующий раз обязательно приходи с ним, но ни в коем случае не допускайте того, когда вы себе сделали записи с двух сторон, а сотрудник из-за того, что там пропустил, забыл, не понял, не знал и так далее, он только это пытался все запомнить, не допускайте этого всего. Я была на одном бортмитинге, когда руководитель сидел с ноутбуком, с бумажками, с ручками, ну а сотрудники, причем это были топовые, там senior-менеджеры, зашли без ничего, ну вот так они и зашли, безусловно, это неправильно, но вот так вот, на что руководитель нагрымзил и сказал, ну а теперь будете пытаться запомнить, а я потом через квартал проверю, сколько поинтов у меня на листочке, сколько вы запомнили. Как вы думаете, был ли конструктивный диалог? Нет, они боялись слово лишнее сказать, они пытались запомнить все, что он им наговаривал, как в школе стишки учат. Нормально ли это? Нет, это ненормально. Да, естественно, в конце квартала, как бы, было очень много задач, которые они не выполнили и по каждому, как они договорились изначально с руководителем, получили свой штраф, как бы. Но зачем? Руководитель доказал, что он был прав, как бы это и тогда было понятно, что он прав. Достиг ли он чего-то хорошего, грубо говоря, в итоге? Нет, потому что огромный процент задач, которые надо было сделать, в итоге не были сделаны. Более того, огромный процент задач, которые были поставлены – это были его задачи неосмысленные, ничего не проговоренные, сотрудники не были с ними согласны. Но они даже не хотели спорить, потому что, первое, они уже в той позиции, когда спорить как бы не очень хорошо, потому что провинились. Второе, как я уже сказала, они боялись слова лишнее сказать, потому что они пытались запомнить все, что им говорят. Ну и третье, как бы, я не думаю, что они думали о чем-то, да, вот как бы у них и в голове не было и мыслей в тот момент своих, потому что уже просто настроение было совершенно не то. Поэтому, подведя итог сегодняшнего нашего занятия, я надеюсь, каждому из вас не только понятно, да, как бы это сейчас стало такой простой формулой, то, что обратную связь надо давать. Обратная связь не такая простая и сам процесс не такой легкий, как кажется на самом деле. Есть очень много нюансов, которые необходимо учитывать. Обратную связь лучше никогда не давать с горяча, к ней надо подготовиться. Это не так сложно, вы видите, вопросы очень простые, но когда вы их для себя кратенько пропишите, буквально по нескольку ключевых слов, вам намного будет легче идти по какому-то сценарию, быть объективным, а не субъективным. Мы не даем обратную связь личности, мы не даем оценку, да, грубо говоря, ему как человеку. Мы даем обратную связь на какие-то задачи, на какие-то метрики там недостигнуты, либо на какую-то ситуацию, которая была, имела место быть, а она не должна была быть. Будьте как можно более объективным. Если вам тяжело на первых порах, да, грубо говоря, ну репетируйте, проговаривайте про себя, как бы где-то это, потому что это действительно не так просто, как кажется.